Компания Промкомплект предлагает Насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счетчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. Промкомплект. Все для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. Промкомплект. Монтажников 1. Телефон 75 15 85. Информационная картина уходящего дня в программе «Наше время». Я Александр Ефанов. Здравствуйте. Итак, сегодня спокойную жизнь горожан нарушил пожар в районе улицы Народной. Фото и видео моментально появились в социальных сетях. Взгорание произошло на проезде «Третий ряд». В частном доме горел чердак. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Страдавших нет. Спасателям удалось оперативно потушить огонь. Как потребительский кооператив «Семейный капитал» пенсионеров разорял. Порядка полутысячи оренбуржцев стали пайщиками финансовой организации. Пожилым людям обещали доход значительно выше, чем в других банках. И они дружно понесли туда все свои сбережения, надеясь заработать большие деньги. Однако в начале этого года организация без объяснения причин закрылась. Оставив оренбуржцев ни с чем. Сколько денег доверчивые люди вложили в кооператив. И почему полиция отказывается заводить уголовное дело. Ответы знает Мереке Ульманов. В прошлом году у меня просто сил не стало. Я почти 50 лет работала. И я решила отдохнуть, пожить на эти проценты. 2 процента в месяц. Неплохо. На самом деле неплохо. Ведь какой банк предложит 24 процента годовых? Конечно, поначалу пожилая оренбурженка Зинаида Даткова сомневалась, а вдруг обманут. Но в конце концов решилась. Отнесла в кооператив все сбережения. А это ни много ни мало полтора миллиона рублей. Подкупила еще и то, что семейный капитал, якобы все собранные деньги, вкладывал в производство. Узнавала, что у них есть предприятие, у них есть акции комбината, мясокомбината в Карелии. Ну, все у них есть. Понимаете? Несколько месяцев все шло хорошо. Пенсионерка получала обещанные 30 тысяч дивидендов, тратила их и радовалась. Но осенью выплаты резко прекратились. Женщина обратилась в офис кооператива, но там ничего толком не объяснили. В начале этого года филиал питерской организации в Оренбурге совсем закрылся. Обманутыми пайщиками оказались как минимум 500 человек со всего города. 15 тысяч у меня было и положили. Значит, через год я получила проценты. И потом думаю, ну а что теперь вот получила, вроде и проценты, и все, давай еще раз. Вот на 24 процента годовых это белое молоко. Конечно, очень жалко вкладчиков, военных пенсионеров. Потому что я с одним ехала в автобусе, вместе сидели, он говорит, я положу 250 тысяч. Ну, у каждого проблемы в своей жизни. Каждый хочет что-то решить. Почти все обманутые пайщики – пенсионеры. Кооператив «Семейный капитал» словно специально был нацелен именно на пожилых людей. Втираясь в доверие, их щедро поздравляли с праздниками, возили на всевозможные экскурсии и даже организовали свой хор. Все говорят, ой, как вроде за процентами погнались. Ничего мы не гнались за процентами. Мы гнались за тем, что мы могли общаться. Они очень хитрый ход придумали, те, кто все это создал. Газеты, общение, чайпитие, всякие мероприятия, каждую неделю зацепили нас. Часто мы ездили и в Солилецк, и во все церкви нашей области, и в Саркташемы были, ну, и в Красноусольск нас возили. Ну, представляете, да? А что нам пенсионерам? Мы рады, что нас везде все что-то, нам какие-то услуги предлагают. От такой заботы старики растаяли и готовы были на все, даже отдать последнее. Правда, эта любовь в один миг сменилась на немилость. В прокуратуру я обращалась раз, два, три, четыре, пять, шесть. Последний раз 10 марта. Везде отписки. По иронии судьбы, офис семейного капитала расположен прямо напротив областного УВД. Но и там, по словам пайщиков, они не нашли поддержки. В полиции, дескать, не видят состава преступления. Ну, вызывали нас в полицию, но они все говорят, что это дохлый номер. Они прямо в открытую говорят. Оренбуржцев не раз обманывали разного рода финансовые организации. Это и МММ, и Древпром, и кредитория. Но, кажется, доверчивые пенсионеры только сейчас поняли, что легких денег не бывает. Да ну нет, теперь уже никогда в жизни не понесу. Надо иметь то, что ты имеешь. Надо держать синицу в руках, а журавль в небе летает все равно. Великий Ульманов, Дмитрий Примачек. Наше время. Кооператив «Семейный капитал», принимая вклады у оренбуржцев по 25% годовых, объяснял, что инвестирует сельское хозяйство, молочную отрасль и животноводство. Однако финансовая организация вводила людей в заблуждение, ведь, по мнению экономистов, агропромышленный комплекс России на самом деле не настолько прибыльный. В среднем по стране молочная отрасль, она рентабельная, но там проценты однозначным числом измеряются. Разряд там несколько процентов, 3, 5, 7, 9, в зависимости от территории. Притом это с учетом получения субсидий. Конечно, нет, это любовь, но опять же именно используют то, что за последнее время создался образ такой сельского хозяйства, как достаточно доходный. Как уверены эксперты, финансовые организации не случайно называют себя именно потребительскими кооперативами. У людей, особенно пожилых, с ними ассоциируется положительный образ. Вот эта форма организационно-правовая кооператива, она предполагает вроде бы личные части трудовые, в том числе субсидиарную ответственность, то есть вроде бы обладает элементами, которые некими гарантами выступают того, что отношения достаточно прозрачные. И именно вот этим пользуются совсем добропорядочные граждане. Ну и отмечу, в Оренбурге есть еще потребительские кооперативы, работающие точно по такой же схеме, что и закрывшийся семейный капитал. Так что жителям города стоит быть внимательными, выбирая, куда вложить свои сбережения. И добавлю, почему же полиция не видит состава преступления, мы решили узнать, отправив запрос в ОМВД по Оренбургской области. Ответ ждем в ближайшее время. К другим темам. В Оренбурге под суд отправились сразу две банды автоподставщиков. Мошенники работали по схожим схемам, они инсценировали ДТП, после чего составляли липовые документы для возмещения якобы причиненного ущерба страховыми компаниями. Как правило, в подстроенные аварии попадали дорогие иномарки, в том числе премиум-класса – BMW и Range Rover. В одной из преступных групп состоял подкупленный аварийный комиссар. Он и занимался юридическим сопровождением преступных схем. Его роль заключалась как раз в документальном оформлении составления эффективных документов о наступлении страхового случая, последующем предоставлении этих документов в страховую компанию, как бы доказывание того, что якобы этот случай имел место быть в действительности. Более 9 миллионов причиненного ущерба было причинено участниками организованной группы. Таким образом, за решетку отправились 16 человек. Часть из них уже осуждены, остальные еще ожидают приговора. Имущество всех фигурантов арестовано. Ну и теперь трагедия в Переволодске. Там сегодня утром на механическом заводе погиб сварщик. Известно, мужчине было 27 лет. При проведении работ на него упал корпус парогенератора. На месте работают следователи, которым и предстоит выяснить детали инцидента. Трава до уголовного дела довела. Главу Саракташа Алексея Костина подозревают в присвоении 300 тысяч рублей. По версии следствия, чиновник заключил договор с местным предпринимателем на покос сорной травы на территории поселка. Но, как выяснилось, работа так и не была выполнена. Таким образом, бюджетные средства были присвоены главой Саракташа. На имущество фигуранта уже наложен арест. Также Следственный комитет решает вопрос о предъявлении обвинения и отстранения от должности Костина. Расследование по делу продолжается. Общественный порядок и безопасность – главные задачи. Сегодня об этом заявили на заседании по обеспечению правопорядка в Оренбургской области. Совещание началось с минуты молчания в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга. Первый вопрос – развитие комплекса «Безопасный город» в Оренбургской области. Его начали внедрять 10 лет назад. За это время расходы на развитие системы из бюджета региона превысили 165 миллионов рублей. Сейчас за безопасность отвечают сразу несколько программ, системы видеонаблюдения в школах и детских садах, а также фото- и видеофиксации ГИБДД. На них ежегодно тратится порядка 7 миллионов рублей, но и этого крайне мало. Все эти мероприятия, объемы финансированы лишь малая часть того, что необходимо для построения системы ОПК «Безопасный город». Если назвать вещи своими именами, то по последним докладам ОПК для того, чтобы довести, надо вложение порядка 500 миллионов рублей. К тому задание профильным министерствам и ведомствам – изыскать средства. Главам городов и районов взять вопрос на особый контроль. Было еще одно задание руководителям территории – предоставить участковым полицейским служебные помещения. По словам губернатора, наиболее остро вопрос стоит в Оренбурге, Сорочинском городском округе и Бузулуге. Хочу обратить внимание, глав и руководителей районных отделов внутренних дел при всех моих посещениях я обязательно встречаюсь и спрашиваю, какие есть проблемы. Вот этой проблемой мне ни один начальник райотдела никто ни разу не назвал. А надо называть, и мы бы там на месте сразу все обсудили и, наверное, бы уже давно решили. На решение задачи губернатор дал две недели. Опасный двор. Жители дома на Туркестанской каждый раз рискуют жизнью, когда выходят из подъездов. Жилая зона там давно превратилась в проезжую часть, и машины потоком объезжают пробки через их двор. Люди боятся. Рано или поздно в некогда тихом спальном районе случится беда и кого-то задавят. Проблемы волнуют людей уже давно. За помощью они обращались не только к чиновникам, но и к полицейским, и даже экологам. Остановить реку автомобилей вызвалась наша Екстерина Волкова. Почти 40 лет назад тут был тупик. Все обходились без проезда этого дома, никаких проблем не было. А теперь жильцы даже боятся выйти из подъезда. Машины без остановки едут через их двор. Больше всего люди переживают за детей, которые могут внезапно угодить под колеса. С детьми ходим мы все. Главное, когда вода, тут прямо брызгают, едут, невзирая, дитё идёт или как. Ну как быть, это же тоже надо смотреть на такие вещи. Раньше вспоминать жильцы здесь было спокойно. Автомобили не ездили, потому как дорога была перегорожена. Здесь не было дороги. Здесь были ступеньки, спуск. Тут сейчас садик, там школа, с той стороны тоже садик. И у нас 30 лет стоял знак «Сквозной проезд запрещен». Но всё изменилось, когда к их пятиэтажке пристроили новое жилое здание. Ограничения для автомобилей убрали. И теперь сетуют жильцы. Придомовая территория превратилась в интенсивную проезжую часть. Особенно это очень тяжело. Это с утра. Спать невозможно, форточку открыть невозможно. Это ещё и нарушается законы всевозможных наших прав на чистую, спокойную и здоровую жизнь. И на безопасность. Это же немыслимо, сколько тут машин проезжает насквозь. Люди даже провели мониторинг и посчитали, сколько машин в разное время дня проезжают через их двор. С утра больше 50 автомобилей, практически столько же вечером. Причём ездят тут не только легковушки, но и грузовые машины. И некогда ровная дорога превратилась в дырявое полотно. О безопасности от автомобильной реки люди просили мэрию, но там объяснили, что с этим вопросом им необходимо обратиться в управляющую компанию. Мы не обслуживаем дворовые территории. Есть товарищества, собственники жилья. И они самостоятельно принимают решение о закрытии, открытии территории. Ставят знак ограждения, барьеры, там что хотят. На свои проблемы жильцы пытались обратить внимание не только чиновников, но и сотрудников ГИБДД. Отправили кучу жалоб. Но за время переписки, говорят люди, так ничего и не изменилось. Правда, недавно пришёл ответ из администрации Южного округа. Там пообещали жильцам до 2020 года благоустроить двор. Их придомовая территория попала в муниципальную программу. Люди надеются, что им всё-таки поставят ограждение и сделают пешеходные тротуары. Екатерина Волкова, Константин Воробьёв. Наше время. И если ваша проблема до сих пор не разрешается, вызывайте наших. Телефон редакции 37 00 83. Мы выслушаем и поможем. Ущерб за несостоявшийся отдых в Крыму. Сегодня в Оренбургском районном суде огласили решение по резонансному делу. Предприимчивые продавцы путёвок обещали отдых на Чёрном море по весьма заманчивой стоимости. Даже делали скидку. Но до обещанного курорта туристка так и не добралась. Сегодня судья удовлетворила требования. Нелегальные турагенты должны ей выплатить 220 тысяч рублей. Но оренбуржцев, которых вот так обманули, оказалось гораздо больше. Всего 29 человек. Они также намерены в ближайшее время обратиться в суд о взыскании ущерба за испорченный отдых. На реконструкцию набережной реки Урал выделят 190 миллионов рублей. Деньги будут направлены из федерального бюджета в рамках партийного проекта «Единой России». Сегодня стал известен подрядчик. Реконструкцией набережной займётся столичная фирма «Стрелки». Про стилистику говорить вообще ещё рано, потому что мы находимся в самом начале пути. Нам нужно будет определить сейчас самое главное – это функциональное наполнение проектов. Это границы проектирования. Ну, границы, надо сказать, уже практически определены. Ну, то есть, собственно, вот такие основные направления развития проектов. Основные события, которые там будут происходить. Ну и в первую очередь планируется привести в порядок спуск к Уралу в районе пешеходного моста. Работы обещают завершить. В этом году всего на реконструкцию потратят около 5 миллионов рублей. Набережная в Оренбурге красивая, с большим потенциалом. Таких набережных я пока не видела ещё аналогичных. То есть, даже нет чётких аналогов, с чем можно было бы сравнить. Уже сегодня этот вопрос звучал где-то. Поэтому это будет уникальный проект. Это уникальная площадка для города. С уникальным спуском своим. Это гордость жемчужина Оренбурга. Вот эта красивая парадная имперская лестница. Я думаю, что проект обещает быть очень интересным. Новые современные дворы появятся в этом году в 13 городах области. Около 600 миллионов рублей выделено для реализации партийного проекта «Единой России. Городская среда». Причём 350 миллионов направит в федеральный центр и более 230 – область. Как будет работать проект на практике, изучили наши корреспонденты. Оренбургские дворы в этом году преобразятся. И вот из такой обычной и привычной придомовой территории должен вырасти современный, ухоженный и комфортный дворик. Удобный и для детей, и для взрослых. Средства для этого выделяются немалые. И контроль будет не только за расходованием каждого рубля, но и за качеством объектов. Задача, наоборот, сегодня сделать серьёзнейший капитальный ремонт суперсовременных дворов с современными малыми формами, современными тренажёрными мероприятиями, чтобы комфорт жителей в территории, во дворе был максимальный. Партийный проект «Городская среда» будет реализован во всех городах области. Такое решение принято после встреч с жителями, после обсуждения с губернатором и общественниками. Сегодня были озвучены, какие суммы получат территории. Вы видите цифры на своих экранах. Город Оренбург здесь в лидерах. На обустройство выделяют более 176 миллионов рублей. Мне очень приятно, что именно Оренбург стал одним из первых, кто сумел заключить соглашение по данному проекту. Сегодня идёт обсуждение, причём обсуждение идёт общенародное, о том, какие территории, как должны включаться. И здесь очень важный момент. Оренбургцы будут сами определять, где и что строить. Горожане должны определиться с дворами, определиться с тем, что они хотят видеть в дворах. Для партии сегодня очень важно, во-первых, чтобы проект сработал, во-вторых, чтобы мы вместе с населением смогли взять на контроль всю реализацию проекта. От самого экскизного проекта, как это будет выглядеть, как больше всего сегодня людям хотелось бы. Сегодня на общественном совете обсуждали пошагово, как будет реализован проект «Городская среда» в нашей области. Причём этим годом работа не ограничится. Этот проект наш рассчитан на пять лет. В зависимости от того, как мы в этом году сработаем, настолько мы на следующий год и сможем рассчитывать либо на увеличение, либо на продолжение этого проекта. За тёплые месяцы будут максимально освоены средства, и Оренбургцы уже увидят новые современные дворики. А пока есть возможность помочь кураторам проекта в выборе первых объектов для строительства новых дворов. Михаил Белов, Владимир Семёнов. Наше время. Санкционку в биогаз. Сегодня сотрудники таможни Росельхознадзора провели рейд на рынке Петровский. В ящиках, маркированных в Польше и Турции, находились порядка 300 килограммов яблок и около 700 килограммов томатов черри. Обе партии запрещены к ввозу и продаже на территории нашей страны. Овощи и фрукты ожидают неминуемое уничтожение. Их переработают в биогаз. Когда любимые игрушки, ладьи и пешки. Ну а лучшее развлечение – партия в шахматы. Аня Шухман из Оренбурга стала победительницей Кубка России. Соревнования по королевской игре завершились на днях в Москве. Девочке всего семь, но она активно покоряет самые престижные соревнования. С юным гроссмейстером познакомился и даже сыграл партию наш Виталий Сапожников. Юная Аня Шухман, только что вернувшаяся с очередного турнира, с удовольствием согласилась напомнить вашему покорному слуге основы игры в шахматы. Расставляем фигуры и начинаем. Аня, хоть и играет черными, сходу идет в атаку своими любимыми фигурами – конями и ферзем. Конь, потому что он может скакать хорошо через другие фигуры. А ферзь, потому что он ходит далеко очень. Кстати, для Ани поединки с соперниками намного старше будни. Порой даже сложно найти противника по силам. Эта хрупкая девочка легко разделывается с оппонентом на шахматной доске, независимо от возраста. Я иногда с дедушками играю, но там непонятно, сколько им лет. И обыгрывала их? Ну, когда как. В итоге, через несколько ходов я, подобно дедушкам, захожу в тупик. Слишком уж хитроумные комбинации разыгрывает Аня на шахматной доске. Где моя ладья? Я ее давно уже срубила на H1. Линейный удар, цук-цванг, подрыв в пешечной цепи. Все эти премудрости шахматной стратегии Аня в свои 7 лет уже знает. А если не знает, то узнает очень скоро. И, конечно, классический мат в два хода. Или, как его еще называют, детский мат. Первым ходом Е4, пешка Е4, черные, ну это при ошибочной игре, ходят Ж5, белые ходят Д4, черные ходят Ф6, и белые ходят Ф5, мат. Ну, против меня никогда так плохо не играли, чтобы мат на третьем ходу зевнуть просто. Играют против Аней впрямь соперники непростые, но юная шахматистка с успехом их побеждает. На прошлой неделе она заняла первое место в финале Кубка России по шахматам, одолев всех конкурентов. Вообще ребенок, конечно, талантливый, очень любит читать книги, просто художественные, в том числе шахматные, это редкость, вот, и еще здесь большое значение играет личностные качества характера, вот, я бы сказала, чемпионские. А самое главное детское увлечение шахматами переросло в настоящую страсть, ведь с тоской Аня почти не расстается. Бальный танц тоже попробовали, не пошло, не понравилось, здесь понравилось больше. Нравится сам процесс, нравится борьба, нравится то, что надо думать, что-то вот, бороться, побеждать. Все эти качества, Аня пригодятся уже совсем скоро. В сентябре в составе сборной России она примет участие в первенстве Европы. Очередной вызов для совсем юного гроссмейстера. Виталий Сапожников, Виктор Горшенев. Наше время. На сегодня все. Эти и другие новости доступны на портале 56nv.ru. Будьте с нами, живите в наше время. До встречи. Компания «Промкомплект» предлагает насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий, качественно и по разумным ценам. «Промкомплект». Монтажников 1. Телефон 75 15 85. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова